Здравствуйте, я Артур Шопенгауэр, и недавно в интернете я наткнулся на одно очень, ну неинтересное, а скорее глупое, предрассудочное мифологическое видео с одной очень-очень-очень-очень странной девушкой, которая верит в очень-очень странные вещи. Видео посвящено сексизму, точнее опровержению мифа об обратном сексизме, и сегодня мы это обсудим. Почему же мы не говорим о проблемах мужчин, их заставляют быть богатыми, успешными, властными... Ха-ха-ха-ха-ха-ха, и блядь, о господи, заставляют быть богатыми и успешными властными. Меня заставляют быть долбаным грузчиком где-нибудь в порту, твою мать. Богатым, успешным и властным грузчиком в порту. Вас совсем не волнуют эти проблемы, это же обратный сексизм, почему же мы не говорим об этом? Все просто, потому что обратного сексизма нет. Как, собственно, и обычного сексизма. И это их проблемы. Ну тогда и ваш сексизм это ваши проблемы, в таком случае пусть вас насилуют, там продают, не знаю, да, сутенера. Пусть мужчины в это не вмешиваются, вот пусть происходит все так, как происходит. Ваши проблемы, наши проблемы, решим их сами, все. Давайте начнем с того, что такое сексизм. А давайте! Вот эта картинка. Удивительная картинка, на самом деле, вообще очень многое объясняет, конечно. Вот просто все сразу понятно. Понятно, откуда у меня вся власть, деньги, да, и вообще доминирование во всех областях этой жизни. Вот просто очевидно. Очень важный момент в этом видео. Если вы не согласны с этой картинкой и не понимаете вот это все вообще, и типа такие, или понимаете, и такие, нет, нифига, этого всего нет, то, пожалуйста, не оставляйте комментариев к моему видео. Можете тоже не смотреть его, можете посмотреть, но типа делайте это незаметно от меня, пожалуйста. Потому что я веду этот диалог не с вами, окей? Ну, как вы видите, это не диалог, это просто проповедь, это миссионерская деятельность, где девушка просто вещает свои догматы и не ждет никакой критики в ответ. Она думает, что ее теория абсолютно доказана, ну, не ее теория, теория феминизма абсолютно доказана и не имеет никаких слабых мест. Ну, это свойственно различным религиозным объединениям и сектам, в данном случае не самой далекой из секты, секты феминизма. Итак, сексизм – это институционализированное угнетение или подавление, дискриминация групп людей по гендерному признаку. Во-первых, нет никаких институтов. Институты выдуманы социологией – это просто удобный общий термин, который объединяет какие-то условные группы людей. Но в этих условных группах людей не так много общности, как хотелось бы социологам. Во-вторых, гендер как некая социальная роль – это тоже довольно-таки условное понятие, и многие женщины в данный момент, в наше время, проявляют многие мужские черты, занимают мужские роли, и в этом нет никаких проблем. В этом смысле нет никакой гендерной дискриминации, ее просто быть не может, поскольку понятие пола, особенно в социологии, размыто. В биологии все понятно – есть писька мальчик, нет письки девочка, а вот в социологии все куда сложнее. Институционализированное и системное – это синонимы, и по-простому это значит на уровне всего общества, на уровне общественных институтов. В общем-то, во-первых, это не синонимы, да. Во-вторых, нет никаких институтов, как мы уже выяснили. В-третьих, даже само общество – это сомнительное понятие, это условное понятие, которое восходит еще к средневековому реализму. Да, номиналистический подход отрицает наличие общества вообще, ну что, собственно, отрицает наличие такой науки, как социология, вообще. Есть только отдельно взятые индивиды, так говорит нам номиналистический подход. Сексизм – это штука, которая лежит в основе всего общества и в основе взаимодействия всех его членов. А патриархат – это описательный термин, который характеризует систему общественного устройства. Ну тогда получается, что нет никакого сексизма, потому что у нас нет никаких сексистских вещей, которые лежат в основе нашего общества, по крайней мере современного. Идем дальше. Сексизм, как и любая институциональная дискриминация, формирует доминантную группу и угнетаемые группы. В современном обществе трудно выделить какие-то однозначные группы. Любая попытка сделать это, ну, ее можно проравнять к фантазии, к воображению. Люди придумали себе группу, выделили ее, придумали какие-то проблемы, связанные с ней, но на самом деле их нет, потому что нет самой группы этих людей, поскольку люди не едины. Нет никакого сообщества белых мужчин, которые управляют всем, властвуют и разделяют между собой деньги. И главным атрибутом доминантной группы является маскулинность. У большинства современных белых мужчин нет такой вещи, как маскулинность, ввиду чего нельзя называть ее атрибутом. Доминантную группу от меньшинства отличает вот эта стрелочка. Эта стрелочка – это механизмы угнетения, которые находятся в ручках у этих человечков. А вот теперь по факту. Нет никакой этой стрелочки, нет никаких механизмов управления. В современном обществе как мужчины могут манипулировать женщинами, так и женщины могут манипулировать мужчинами в зависимости от своей социальной роли, статуса и прочих других факторов. Более того, большинство методов управления, которые придуманы внутри феминизма, они все такие косвенные, условные. А вот какая-то реальная власть, именно законодательная, она находится в руках именно женщин. Алименты платит мужчина женщине, а не женщина мужчине. За избиение женщиной, да, вряд ли какую-то женщину могут посадить, если она действительно не убила мужчину. А вот за избиение женщины, мужчины, и как раз можно получить реальный срок. И так практически во всех законах. Женщина защищена законом, мужчина меньше защищен законом. Мужчина обязан служить в армии, женщина не обязана служить в армии. В реальности у женщин больше прав и меньше обязанностей. У мужчины наоборот. Кроме того, есть разные моральные установки мужчин, которые мешают им как-то взаимодействовать наравне с женщиной. И далеко не всякий мужчина ударит женщину. А всё почему? Потому что у женщин есть такая интересная культурная плюшка. Женщин нельзя бить, женщины типа слабые. Да, они могут оскорблять как угодно, могут вести себя как угодно, могут вообще себя вести как свиньи, им ничего не будет. Но даже если вдруг им попадётся ублюдок, который начнёт их бить, вероятность, что за них вступится довольно велика. И неважно, права женщина или не права, по заслугам она получает или не по заслугам, за неё скорее всего заступятся и получат человек, который нападает. Вот если, например, меня на улице начнут бить гопники, никто не вступится. Если девушку начнут бить гопники, конечно, многие мужчины вступятся и пойдут в бой против гопников. Прекрасная, да, плюшечка культурная? И всякого рода плюшечки, которые наоборот идут в плюс женщинам, тоже можно переселять довольно-таки долго. Или, иначе говоря, власть. Не, ну где моя власть? Я хочу власть. Дайте мне власть. Я супер-цист-мужчина, мне нужна власть. Дайте власть и деньги, и деньги, и власть. Хочу деньги, и власть. И у всех на этой вечеринке могут быть какие угодно предубеждения в голове и вообще полный ад. Но только у вот этих ребят есть вот эта стрелочка. Только у них есть контроль и власть. Вот я представитель этих ребят, и у меня нет этой стрелочки, нет никакого контроля и власти. Я живу хуже бедной цыганской женщины. И так живут многие-многие-многие такие же люди, как и я. Прекрасно. Только у этих чуваков есть доминантное положение в системе, во всей системе. У этих чуваков нет. Опять же, непонятно, о какой власти идет речь. Женщины могут добиваться абсолютно таких же высот, как и мужчины. Что в науке, что в культуре, что в искусстве. Вообще везде. Женщинам дорога открыта везде в наши дни. Они могут становиться депутатами, президентами. Да, боже мой, кем угодно. Никаких преград. Даже меньше, чем у мужчин у них преград. Поэтому следующим вопросом, наверное, является, могут ли вот эти ребята проявлять сексизм вот к этим чувакам? И ответ? Нет, не могут. Потому что у них нет вот этой стрелочки. У них нет механизмов угнетения. Да боже, где мои механизмы угнетения? Я не вижу вокруг себя ни одного механизма угнетения. Я никого не угнетаю. Не знаю, как так получается. Ниже никаких механизмов хотелось бы, чтобы они у меня были, но вот нет. Вот нет и, видимо, не будет. И у миллионов таких же, как я, людей в нашей стране их тоже нет и не будет. А сексизм это не просто предубеждение. Это предубеждение плюс власть. Предубеждение плюс вот эта стрелочка. Но этой стрелочки нет. Нет также этого белого чувака. Нет вот этих вот дурацких меньшинств всех. Вообще ничего из того, что есть на этой картинке, в действительности нет. Эта картинка просто какое-то условное обозначение, которое выдает желаемое за действительное. Лишь банальная гиперболизация своего собственного синдрома жертвы. Да где я на вершине стратификационной пирамиды, скажите мне? Я вот серьезно вообще не понимаю, откуда это берется. Какая-то злая шутка. Мне говорят, что я на вершине пирамиды, а я настолько на дне, что просто под землей нахожусь по отношению ко всей этой долбаной пирамиде. Интересная, да, ситуация? И так тоже большинство мужчин белых. Если очень утрировано, вот эти люди грустят, а вот эти люди просто дохнут пачками каждую секунду. Вот это вообще шикарная выдумка. Вообще абсолютно шикарная выдумка. По-моему и белые мужчины, и черные мужчины, и женщины, и вообще все дохнут в одинаковые пропорции. Мужчины даже дохнут больше. Вообще продолжительность жизни вот фактически у женщин выше. Но это значит, что женщины не дохнут. Как минимум пачками уж точно. Ну и в таком случае получается, что автор опять нас обманывает. И вообще на протяжении всего видео автор нас постоянно обманывает. Помогают ли мужчинам действия феминисток, направленные на помощь угнетенным группам? Косвенно? Да. Поэтому скажите спасибо, сучечки. Как по мне, феминизм вносит хаос в отношении между мужчинами и женщинами. И наоборот, мешает обеим группам, и мужчинам, и женщинам, завести что-то общее. Есть группы, которые реально сражаются с какими-то проблемами. Сражаются за права людей, за реальной настоящей свободой людей вообще, а не за свободой каких-то отдельных групп. Феминизм, феминизм всему мешает. Он сражается против ветряной мельницы. Он сражается против выдуманных механизмов угнетения, против выдуманных цис-мужчин, которых якобы большинство среди белой группы. Это вообще просто, это жесть. Это реально какие-то выдумки, какие-то воздушные замки феминизма. И ладно бы это были просто претензии, но женщины действительно становятся очень агрессивными. Они лезут в драку, они разбивают мужчинам лица, они с ними дерутся. Просто это хаос, это ад. И вот из-за этого они делают жизнь мужчин лучше? Нет. Да, в какое-то время феминизм действительно был нужен, и права женщин действительно угнетали. Но сейчас это абсолютная фантазия, и сейчас он просто ведет к обоюдной ненависти двух полов. Феминизм ведет себя радикальнее исламизма. На самом деле это уже похоже на какую-то странную религию, в которой просто преобладает огромное количество ненависти, неуважения и презрения ко всему, что не сходится с точки зрения данных феминисток. И не зря во всех феминистических пабликах практически существует жесткая тоталитарная система, где нельзя ни слова сказать против того, что написано вот в этих странных дурацких пабликах. Нельзя противоречить теории феминизма, поскольку она абсолютно истинна. Благо у феминисток нет реальной власти, иначе бы за это могли и сажать. Итак, сухой остаток. Обратного сексизма нет. И переносить фокус с проблем ущемленных групп на проблемы доминантной группы нельзя. А теперь наш сухой остаток. Все, что было сказано в этом видео в основном вода, никаких конкретных вещей, конкретных фактов, только предрассудки, какие-то смешные картинки, которые вот эта девочка пыталась выдать за истину. Обратного сексизма нет, потому что сексизма в наши дни нет вообще. И даже наоборот, у женщин имеется больше прав и больше свобод, чем у мужчин.